Меня зовут Азимов Альберт и сегодня у нас такая тема про большие заемные деньги. Вы, наверное, знаете, что в США обычно бизнес делается на заемных средствах. И бизнес real estate, он, как правило, начинается с того, что вы не свои собственные деньги вкладываете, а вкладываете свои плюс какие-то занятые средства. И есть очень такое соревнование всегда в американском обществе, кто построит лучший кредитный скорбь, то есть лучший кредитный рейтинг, для того, чтобы, соответственно, пользоваться большим кредитом банковским. И есть специальные сайты, которые позволяют эту кредитную карму отслеживать, позволяют видеть, какой величины ты машину можешь взять или дом можешь взять. Но мы сейчас не об этом. Мы сегодня поговорим о том, какими деньгами можно профинансироваться, если вы хотите сделать проект какой-то инвестиционный в real estate, купить, отремонтировать, продать, или купить, ничего не делать, продать, или купить участок, построить дом, продать, или там еще что-то, какую-то схему. Но в любом случае нужно задействовать какие-то средства, меньше или больше, от 1 тысячи долларов до сотен тысяч долларов. Значит, у меня здесь буквально такая простая схема из шести пунктов. Значит, банковский лон первый сверху справа мы вообще даже не будем рассматривать, потому что для того, чтобы квалифицироваться на банковский заем в США, нужно иметь, безусловно, высокий кредитный скор, нужно иметь годы, скажем, пользования кредитными карточками в США, и нужно быть как минимум абсолютно здесь легальным со всех сторон. Если ты приехал в США год или два назад, то крайне сложно это сделать. Поэтому мы здесь не будем рассматривать вариант банковского заема, хотя он наиболее дешевый. Второй тип займов – это hard money lending, так называемый. Hard money lenders – это организации, коммерческие организации, которые занимаются тем, что суживают людей деньгами, и у них можно получить деньги под 10, 12, 15% годовых, в то время как банковский заем стоил бы 4% или 5% годовых. Естественно, эти hard money lenders тоже перестраховываются. Они для того, чтобы дать вам заем, они потребуют какие-то гарантии, и у них условия таковы, что обычно они готовы предоставить заем до 80%, иногда до 85% от той суммы, скажем, в которую оценивается ваша недвижимость. К примеру, вы собираетесь взять дом, который рынком оценивается в 100 тысяч, и они вам дадут 80 тысяч, 20 тысяч, вам своих нужно будет внести в эту сделку. Дальше, они вам дадут, допустим, по 12% годовых, и вам нужно будет еще до того, как вы начнете пользоваться этим займом, вам нужно будет вперед выплатить так называемые поинты. 2, 3, 4 поинта. 1 поинт равен обычно 1% от суммы займа. То есть, они вам дадут на самом деле не 80 тысяч, а они вам дадут, скажем, 77 тысяч долларов. И вы таким образом, как бы, вперед уже заплатите несколько тысяч. Следующий момент. Нужно обсуждать, подходит ли их займ вообще. Потому что, если они вам дадут займ, допустим, на 12 месяцев, вам нужно будет выносить каждый месяц какую-то сумму, которая равна нескольким тысячам долларов. А вашу прибыль от продажи дома вы получите там через несколько месяцев. Получается, что вам неудобно пользоваться. И для этого есть другой тип займа. Он называется балун. Как баллонный займ. Баллон-лон. Баллонный займ подразумевает, что проценты за пользование займом накапливаются в конце. Вместе с телом займа они возвращаются в Hard Money Land. То есть, допустим, вы брали 80, вернете 95 или 96. То есть, есть какие-то варианты сотрудничества. Они все не одинаковые у них условия. И давайте я сейчас покажу пару сайтов, которые предлагают вот такой Hard Money Lending. Значит, так, это не то. Вот. Это сайт private-money-lending-guide.com. Это такая лендер-директория. Его легко найти. Я сразу открыл страницу, на которой вам предлагают выбрать тип займа. Видите, тут множество вариантов. То есть, нужно понимать, что это такое. Например, я хочу residential займ. Not owner occupied. То есть, я не собираюсь там жить. Я собираюсь сделку сделать. То есть, с инвестиционными целями. Дальше выберите объем. Размер суммы. Допустим, это будет до 100 тысяч. Штат. Ну, давайте возьмем какой-нибудь штат. Штат, штат. Или нос. И нажмите поиск. Он нам выдает список компаний, с которыми можно контактировать по поводу займа. То есть, им нужно будет предоставить, что вы собираетесь приобретать. Видите, переход на веб-сайт и там дальше общаетесь. У них очень такая многоэтапная проверка будет. То есть, они будут проверять. Во-первых, есть ли у вас уже эта недвижимость под контрактом или нет. Если у вас недвижимость уже под контрактом, то есть, уже она от вас никуда не денется. Вы выиграли оффер. То для них это более приоритетно, чем вы только собираетесь что-то приобрести. И, может быть, пока будут разбираться, то недвижимость купит кто-то другой. Давайте в Флориде посмотрим. Штат, штат, штат. Где наша Флориде? Есть компания, которая работает national-wide, то есть, по всей стране. Есть компания, которая работает только в некоторых штатах. То есть, видите, во Флориде там еще добавилось 5-6 лендеров, которые готовы финансировать. Окей. Харпманио лендеры – жесткие ребята, скажем так. Почти как банки. Но где-то готовы быстрее идти навстречу. Потому что банки, они больше заинтересованы в том, чтобы дать вам займ для долгосрочной покупки недвижимости. Это стандартная ипотека на 15 либо на 30 лет, которую вы будете благополучно платить много лет. Вот эти вот харпманио лендеры, они заинтересованы в таких более краткосрочных займах. Год, два, три. Следующее – это Private Money. Private Money – это очень предпочтительный способ финансировать свои сделки, потому что здесь подразумевается, что вы заключаете заемный договор, контракт с частным лицом. Это может быть ваша бабушка, это может быть группа каких-то ваших друзей, которые финансируют вашу сделку, то есть вы с ними заключаете договор. И они также защищены вашей недвижимостью, которую вы приобретаете. То есть все оформляется таким образом, что они вам не просто дают деньги, они вам дают под залог недвижимости деньги. И как правило, когда люди понимают, как это работает, здесь в Америке это очень надежно. То есть совершенно спокойно вы можете обратиться к какому-то человеку, сказать, смотри, я хочу купить дом за столько, продать за вот столько. Мне нужна помощь в финансировании, мне нужно там 50 тысяч, допустим. И совершенно спокойно с человеком, познакомившимся на, скажем, семинаре по инвестициям, вы можете с ним заключить сделку, пожать руки, хотя он вас знает там второй день в жизни. И здесь система юридическая очень надежно защищает такого взаимодателя. То есть вы никуда от него не денетесь. И он, соответственно, знает, что его деньги, они будут работать. Следующий тип финансирования это кэш. Самый лучший, самый простой и самый идеальный. Если у вас есть наличные для покупки какого-то проекта и потом его перепродажи, то вы гораздо быстрее сможете получить эту сделку, чем если вы находитесь в ожидании какого-то финансирования, которое поступит на день клозинга. То есть может поступит, может не поступит. Если у вас кэш, то вопрос другой. Я покупал свой первый проект именно за кэш. Это было просто. Дальше. Транзакционный лендинг. Что это такое? Если вы посмотрите... Сейчас я вернусь вот здесь. Вот сюда, то тут есть такой пункт Transactional Funding. Займы, используемые для совершения транзакций. Чаще всего используются для back-to-back финансирования. Сейчас я объясню, что это такое. Смотрите. Смысл любой сделки с недвижимостью в том, чтобы на ней как-то заработать. Есть отдельное такое направление. Это wholesale сделки, которые стараются... Wholesale это оптовики, которые стараются найти недвижимость сильно ниже рынка, дать на нее оффер, выиграть этот оффер. И дальше получить 30, 40, 45 дней времени для того, чтобы до момента клозинга, до момента, когда нужно будет прийти за стол и выплатить всю сумму за эту сделку, до момента клозинга у него есть время на то, чтобы перепродать этот контракт другому лицу. Даже не контракт перепродать, а перепродать право участвовать в сделке. То есть, образно я нашел продавца, который продает дом за 50 тысяч. Я себе в уме понимаю, что дом стоит 100 тысяч. Дом там в плохом состоянии и так далее. Значит, я отправляю контракт, оффер, этому продавцу на 50 тысяч. Прикладываю к нему чек Ernest Money. Это задаток, по сути, но это не совсем. Ну, Ernest Money чек, его можно потерять, можно оставить. То есть, есть разные варианты. Я прикладываю чек Ernest Money и прикладываю специальный документ, где указывается, что у меня есть финансирование для этой сделки на 50 тысяч. Вот такой документ мне предоставляет организация по моему запросу, которая специализируется на этом. То есть, они помогают таким ребятам делать сделки. Значит, в документе указано, что на момент клозинга мне будет предоставлена сумма 50 тысяч. Продавца этот документ удовлетворяет. Мы с ним подписываем контракт. Все, теперь его дом находится под контрактом. Он уже, он еще не продан. То есть, мы еще с ним не подписали документы о продаже. Но у меня есть время на то, чтобы там делать инспекцию, на то, чтобы что-то, что-то дальше с этим домом делать. И я могу еще выйти из сделки, если мне что-то не подойдет. Следующий шаг. Я нахожу желающего заработать на этом доме. И говорю, дружище, есть дом 60 тысяч. Если ты его сделаешь, потратишь 20 тысяч, то сможешь продать за 100. Он говорит, ну это немного, конечно. Давай, может быть не за 60, может за 57. Окей, 57 по рукам. Я говорю, смотри, тебе нужно на такую-то дату быть с чеком на 57 тысяч. По такому-то адресу у нас будет клозинг. Будет представитель тайтл компании, все. Хорошо, хорошо. Мы договорились, мы с ним подписываем специальные бумаги на этот счет. У меня есть эта вся база контрактов. Дальше наступает дата клозинга. На клозинг приходит агент продавца. На клозинг приходит сотрудник тайтл компании, юрист. Тайтл компания, она проводит эту сделку. И на клозинг приходит мой покупатель за 57 тысяч. И я. Все бумаги составлены таким образом, что я получаю 7 тысяч по результатам этой сделки. Продавец получает своих 50 тысяч. Он продает дом. А покупатель получает свою инвестиционную недвижимость за 57 тысяч. Все довольны, все расходятся. Но для того, чтобы я смог провести такую операцию, мне нужно предоставить документы о том, что у меня есть для этой сделки необходимое финансирование. Иначе я не смогу получить дом под контракт. Вот такое финансирование называется Transactional Fending. То есть, по сути, мне дают займ на 50 тысяч на один единственный день. На тот день, который необходим для осуществления сделки. И я им плачу за это пару тысяч долларов. Я выхожу из этой сделки с прибылью. Покупатель, инвестор тоже доволен. Продавец доволен. Всем хорошо. Transactional Fending – это будет отдельная тема у нас. И у меня будет отдельный курс по этой методике. Потому что эта техника позволяет делать сделки, не вкладывая свои средства. Максимум 1-2 тысячи долларов. Поэтому будет отдельная тема. Следующий способ финансирования называется Seller Financing. На финансирование продавцом мы и закончим. Для США довольно типичная ситуация, когда сам продавец настолько заинтересован, настолько мотивирован продать свою недвижимость, или участок, или кондо, или еще что-то, что он готов предоставить займ под залог недвижимости покупателю. Например, тот же продавец. Он хочет продать свою недвижимость за 50 тысяч. Я прихожу к нему, говорю, вы очень мотивированы? Он говорит, да. Я так мотивирован, я уже ее год продаю или два. Вообще, уже потерял надежду, что кто-нибудь когда-нибудь вообще что-нибудь за нее даст. Я говорю, я вам готов дать не 50, я вам готов дать даже 55. Он говорит, чудесно. Но вы должны меня профинансировать. То есть, мы с ним оформляем бумаги. Якобы он мне дал 50 тысяч. Я ему даю 5 тысяч наличными. И по бумагам я ему плачу, например, 500 долларов в месяц на протяжении нескольких лет для того, чтобы рассчитаться за эту недвижимость. Он таким образом получает несколько тысяч наличными и получает контракт, по которому он будет получать каждый месяц 500 долларов, пока я не рассчитаю с ним окончательно. Там может быть указан какой-то процент, может не быть процента годового. То есть, это как мы договоримся. Вот она называется «Сейлер меня профинансировал». Сейлер финансинг – это тоже очень хороший такой креативный способ зайти в сделку без денег. Единственное, что нужно просто найти такого мотивированного сейлера. И я здесь сегодня как раз листал на одном из сайтов объявление, что продается участок, 99 долларов до он-пэймент, адрес такой-то. И, видите, написано «Сейлер финансинг авиабилл», но кредит чек. То есть, это участок, который можно прямо вот сейчас взять, его продают там за 4000 долларов, и они готовы даже профинансировать покупателя. Вот такая вот штука. Поэтому это не секретная какая-то методика, это довольно часто используется. И еще одна вещь, немножко добавлю, как искать вот этих вот private money, которые маскируются, наоборот, значит, hard money lender, которые маскируются под private money lender. То есть, обычные частные лица, которые готовы профинансировать какие-то ваши сделки. Значит, я зайду, зашел на крейс-лист и просто заполнил private money loan, то есть, приватный займ. И, видите, здесь есть несколько телефонов людей, которые говорят, для вашего флипа есть займ. Быстрые деньги там для real estate сделок. Та-та-та-та, тра-та-та, готовы вас профинансировать, финансирование commercial real estate, ну и так далее. То есть, есть несколько private lender, которые готовы финансировать. Когда вы заходите, то тут написано, например, готов, та-та-та-та-та. Короче, очень скорые займы, которые, если там нужны для чего-то, давайте посмотрим здесь. Быстрые мани-займы secured with a real estate property. То есть, займ, который защищен недвижимостью. Только под залог недвижимости. То есть, покупаете недвижимость, и таким образом, их займ будет защищен этой недвижимостью. Not credit score, то есть, credit score здесь не играет роль. Fast closing deals, тра-та-та. Нужен fixed flip loan, звони сюда и так далее. Значит, я вам объясню, в чем бизнес этих ребят. По большому счету, они надеются больше на то, что я не смогу выплатить loan. И они надеются, что их клиент потеряет недвижимость. Они у него просто заберут недвижимость из-за того, что он не смог выплатить займ. Вот на что надеются вот эти вот ребята. И я думаю, что жирные проценты, они могут брать 15%. То есть, это вообще сумасшедшая цифра для США. 15% годовых. А если у вас сделка, которая вам дает 40% годовых, то почему бы и нет? Вот таким вот образом мы сделали небольшой обзор. Что такое private money, что такое транзакционный лендинг, что такое финансирование продавцом, что такое hard money lending. Hard money lending тоже в интернете. Миллион сайтов, которые готовы финансировать, как hard money лендеры. Но это все не дешево. Окей. Я надеюсь, что вы немножко разобрались. И увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok